итак ребята контракт мы написали узел у нас есть валет свой кошелек есть либо что-то теперь нам надо организовать взаимодействие то есть управлять smart контрактом передавать данные получать данные здесь мы будем использовать язык программирования python либо кто-то со временем захочет будет использовать gc мы начнем с python и передаваться будет все при помощи json протокола да не протокола начаться вот здесь нам понадобится две библиотеки по минимуму их намного больше в 3 пай то есть эта библиотека поверх библиотеки в 3gc именно она отвечает за то чтобы взаимодействовать с эфиром а библиотека по этериум это реализация взаимодействия с виртуальной машины эфира основная библиотека будет у нас web 3 пай я уже начал писать по сути дела все будет просто мы будем получать адрес контракта приватный кей нашего кошелька адрес и соединяться через нашего провайдера наш узел это инфура да то есть вот здесь очень важный момент именно это дает нам возможность использовать для мобил потому что допустим вы же не скачаете на мобилу эфир там 40 гигабайт это было бы глупо но взаимодействие через узел мы просто взаимодействуем через только ссылочку вставили и все и погнали а дальше работаем с web 3 пай то есть по сути дела эта работа сводится к изучению функций как получить что получить по проверить грубо говоря взаимодействие поэтому здесь мы можем дальше написать совершенно осознанно пункт 3 немножко кривовато у меня как-то получается не хочет она в общем ладно главное что вы врубаетесь да по-моему должны понимать даже дети web 3 пай и по это рим хотя повторяет библиотек намного больше и так это есть по ходу мы будем изучать понятия и напишу другие инструменты ну например чтобы вы понимали что за понятия мы будем изучать а например понятия газ то то есть это величина которая будет платиться майнером за то чтоб сеть сформировала блок и другие значения да то есть вот эти значения нам надо будет просто разобраться здесь особо не в чем разбираться раз посмотрел и все но их надо будет знать потому что конкретно мы будем их включать до везде где надо понятие инструменты и в принципе это и есть уже разработка децентрализованного приложения вот уже основа чего можно действительно начать инструменты это разрабатываемые эфиром инструменты понятие другие инструменты то есть по сути дела по сути дела работы много да много но потихонечку понимая смысл и можно браться главное понимать куда зачем для чего идти почему я взял первый солидность потому что на солидности довольно много примеров написано децентрализованных приложений ну а мы уже будем все это дело лепить спайтом просто почему сразу взял поэтому потому что это проще всего понять если вы даже не знаете пайтом не беда есть сайт спб-туре ту точка ру где мы изучаем язык программирования пайтом изучаем джанга то есть все можно я вот вам дам ссылочку почитаете примеры примеры ребят совершенно реальных как они это делают да то есть вот здесь я привел три примера дениса латыпова михаила беляковского восьминска сергея сачева который довольно быстро начал писать на двух языках то есть почитаете это статья тоже я дам в описании сейчас прямо добавлю изучение python теперь подводим итог что у нас получается для написания д апс децентрализованного приложения сеть эфириум сеть эфириум проект предлагает нам широкий выбор инструментов язык и среду разработки для централизованных приложений почему подводим итог основа децентрализованного приложения является смарт-контракт смарт-контракт отвечает что кому как передать это не обязательно могут быть деньги могут быть все что угодно например завод сколько отгрузил там продукции это могут быть фотографии фотографии все что угодно смарт-контракт пишется на разных языках мы будем брать солидность то есть то что предлагает сам эфир и на нем писать смарт-контракт начнем с простых вторым взаимодействием нам надо включиться в сеть то есть нам надо узел так как мы могли конечно сделать сами как я говорил скачать подключиться к сети взять api но возможно когда то вам это понадобится но для работы для обучения нам достаточно взять сервис который будет подключен к сети 24 часа в сутки и через api мы уже будем подключены к сервису например на инфуру можно посмотреть то есть стопроцентное подключение вот нам надо те сети тестовая робсты чтобы мы не могли экспериментировать и не бояться и пожалуйста работы себе не хочу следующий момент нам надо управлять данными смарт-контракта это делается при помощи библиотеки web3py то есть будем отдавать команды и взаимодействовать взаимодействовать между нашим смарт-контрактом написанным на солидности с кодом python через библиотеку web3py кстати вот здесь как я говорил мы видим да то есть среда какая web3 эта среда будет понимать и эта среда будет понимать и наш python без проблем в пайтериум там есть много полезных функций и дополнительно понятно по ходу изучения мы будем изучать разные понятия как мы рассмотрели например понятия газа да то есть то что будут процент получать майнеры и формировать в блок да то есть когда блок уже будет формирован значит это уже останется навсегда кроме этого кроме этого как мы видим вы увидите потом что чтобы работать эффективно нам понадобится и джейси то есть джейси протокол передачи то есть данном случае вот это все передается да то есть вот наш контракт и поехали да все это мы будем брать с самого самой среды с браузера да здесь тоже для нас готово когда мы перейдем в компиляцию нажмем детали и пожалуйста скопировали и у нас есть вся реализация джейсон уже готовая нажали скопировали и получили то что нам надо то есть взаимодействие сразу у нас устанавливается я надеюсь что общий план общий план понятен да откуда берется децентрализованное приложение работы много торопиться никуда не надо как ребята делают школе ребята вот я как рекомендую когда вы прочитаете прочитаете вот эту статью да то есть просто возьмите лучше у этих ребят совершенно реально что они делают и там много чего написано на самом деле в этих статьях вы найдете много видео много ссылок как стать программистом и так далее и так далее здесь я дал кроме здесь есть истории этих ребят вот они рассказали да я дал много советов при этом когда вы посмотрите видео уроки у вас голове даже если вы полный нуль или ноль там без разницы да у вас голове должен быть четкий план что вы будете делать как правило ребята школы делают следующим образом я всегда рекомендую начинать с python здесь есть все методики далее мы изучаем ооп обязательно я рекомендую изучать два языка python и kotlin вы много найдете информации в этих статьях то есть я четко описал зачем изучать два языка когда будете читать включайте блокчейн это просто технология и будете потихонечку себе двигать python jango kotlin мобильный рынок и блокчейн потихонечку спокойно шаг за шагом kotlin я тоже дам быстрый старт к кого интересуют мобильные приложения ну все что я хотел сказать вроде сказал надеюсь завесу немножко снял осталось только брать и работать 0 спасибо за доверие Продолжение следует...